Я единственный ирландец во Владимире. А что тебе говорили друзья, когда ты переехал в Россию? Да ты с ума сошел! Что ты творишь? Почему так происходит? Нагнетают обстановку. Святое место для ирландца — это пабс. Аж мурашки по коже. Если говорить о душевности. В Ирландии это платно. Что ты перенял из каких-то домашних привычек? Стирать, готовить, чистить картошку. Ты все понимаешь. Я Мария Шахова и это проект «Мы и они на выезде». Вы очень много писали нам комментариев о том, что большинство наших гостей живут в Москве. И вам было бы интересно посмотреть на иностранцев в других регионах России. Мы вас услышали и решили проехаться по стране. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. И, конечно же, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ведь все, что не вошло в основной выпуск, теперь будет там. Ну что, привет, Владимир. Пол Кэролл. Ресторатор. Ирландия. Проехал полмира, работая в лучших мишленовских заведениях, пока не встретил ту самую. Марину из Владимира. Вместе с возлюбленной открыл на ее родине ресторан, совсем не похожий на провинциальные кафешки. Обожает свою молодую и талантливую команду. Не терпит затяжную зиму, оливье и холодец. Мечтает овладеть русским в совершенстве, чтобы, наконец, поболтать с тещей по душам. Мы во Владимире. Это очень красивый город, которому скоро исполнится тысяча лет. Здесь много церквей, много исторических мест, много зелени и много иностранцев. Пол, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, тебе как комфортнее на русском или на английском давать интервью? Ну, я понимаю русский, но без проблем. Но просто я не говорю очень хорошо. Ну, там очень много Москва, Москву, Москве, Москву. Я вообще не знаю, как говорить правильно. Много падежей. Да, да. Но если нет проблем, давай по-английски. Пол, а ты познакомился со своей женой, когда был на круизном лайнере? И она тебе рассказала о Владимире. Сказала, что это самый красивый, самый лучший, самый большой город в России. Что еще она тебе рассказала перед тем, как ты переехал сюда? Мы с женой познакомились в Майами. Это огромный современный город, где люди привыкли к быстрому темпу жизни. Там постоянно что-то происходит. Некоторое время мы с ней работали в одной компании. Она на круизном лайнере, а я в офисе, и мы часто виделись. А после пары лет в отношениях она сказала, что пора бы куда-нибудь переехать и остепениться. Потому что так уж получилось, что некоторое время у нас были отношения на расстоянии. Она пригласила меня в Россию, предложив открыть свой ресторан во Владимире. Моя жена считает этот город самым красивым, лучшим в стране. И люди здесь прекрасные. В общем, она была очень убедительна. И пять лет назад мы открыли здесь ресторан. Пол, что тебе сказали родители, когда ты решил переехать в Россию? Знаете, мои родители очень крутые. Я ведь успел пожить в разных городах и странах. В Дубае, Испании, Франции, Италии, Англии, Ирландии, на Ямайке и в Америке. То есть уже около 20 лет я живу за границей. Поэтому, когда я сообщил, что переезжаю в Россию, они восприняли новость нормально. Отнеслись к этому так же спокойно, как к переезду, скажем, в Испанию. Родители совершенно не возражали. Они классные. А что вообще тебе говорили друзья, когда ты переехал в Россию? Может, что-то спрашивали? А вот друзья как раз были в шоке. Когда узнали, сказали, да ты с ума сошел. Совсем слетел с катушек, что ли. Что ты творишь? Но знаете, эти люди всю свою жизнь провели в Ирландии. Они мало путешествовали. Не знают, какие возможности это открывает. Россия – огромная страна со своими преимуществами и недостатками, как и везде. Меня это совершенно не пугает. Но для моих друзей, которые нигде не были, это весьма необычно. Поэтому они за меня переживают. Я пригласил пару приятелей в гости, и после поездки они полностью изменили свое первоначальное мнение. А те вот, которые не были в России, но при этом называли тебя крэйзи, называли тебя сумасшедшим. Почему так происходит? К сожалению, таков современный мир. В новостях Россию пытаются выставить в худшем свете, нагнетают обстановку. Знаете, так происходит практически в каждой стране. Сейчас без этого просто невозможно представить телевидение. Это свойственно людям. Они верят пропаганде, пока на собственном опыте не убедятся, что все, что они слышали по телевизору и видели в интернете, было ложью. Так что это очень сложно изменить. Надо признать, что ты являешься такой местной звездой, потому что у кого бы мы ни спрашивали, тебя все знают. Мы ехали на такси, таксисты все тебя знают, продавцы все тебя знают. Как вообще к тебе люди относились, когда ты только приехал сюда? Думаю, в целом, люди ко мне очень добры. Наверное, я единственный ирландец во Владимире, и выгляжу я очень по-ирландски. Такая уж у меня внешность. Люди меня запоминают. С одной стороны, это здорово, а с другой стороны, не очень-то удобно. Ведь если я вдруг пойду хулиганить на улице, люди сразу скажут, смотри-ка, это же тот ирландец. А потом обо всем узнает моя жена, и у меня будут проблемы из-за неприличного поведения. А что тебя шокировало вообще в России, когда ты только приехал? Пожалуй, даже не могу вспомнить. Я переехал в Россию не зимой, но когда пришли морозы, я, конечно, дрожал от холода. Было очень некомфортно. Со временем к русской зиме привыкаешь, а еще открываешь для себя разные виды активности. Например, катание на лыжах и так далее. Так что зима мне нравится, хоть она здесь и слишком долгая, тянется практически полгода. Холодно становится с ноября, в декабре еще морознее, а к январю уже хочется перебраться куда-то, где теплее. А что ты вообще знал о России, когда только приехал? Ну, может, какие-то стереотипы? Самые известные стереотипы о русских, что они пьют водку на завтрак или, например, выгуливают на улицах ручных медведей. Такое я слышал. Наверное, это самые распространенные стереотипы. Но, знаете, про ирландцев тоже говорят, что мы вечно пьяные, особенно любим виски и пиво. Так что я думаю, что у людей одинаковое предубеждение про нас с вами. А если бы тебе предложили переехать в Москву, ты бы согласился или остался во Владимире? Погнали! Мне нравится жить во Владимире, еще и потому, что Москва недалеко. Владимир – красивейший город, но все же классно, что можно всего за пару часов доехать до мегаполиса с совершенно другой атмосферой, иным ритмом жизни. Это как попасть в другой мир. Периодически мы так и делаем, хотя все-таки я больше времени провожу здесь. Безусловно, во Владимире много достопримечательностей и удивительная природа. Но тут можно утолить не только духовный голод. Пол, мы в твоем семейном ресторане, который ты открыл вместе с твоей женой Мариной 5 лет назад. Надо отметить, что у твоего ресторана очень классные социальные сети. Но вот они настолько веселые, необычные. Вы постоянно снимаете какой-то контент. Расскажи, кто его придумывает. У нас есть отличный СММ-менеджер. Очень хороший. И вообще целая команда, молодой коллектив, в котором все делятся идеями. Они, конечно, иногда спорят, но в целом все сплоченные, хорошо сработались. И их задумки мы реализуем. Наша СММщица разбирается в трендах. Она в курсе всего, что вирусится в соцсетях. Так что снимать новый материал нам всегда весело. Наслаждаемся процессом. Ты знаешь, мы вообще успели познакомиться частично с твоей командой. И несмотря на то, что мы находимся во Владимире, половина твоей команды свободно говорит на английском языке. Они все молодые, они все активные. Расскажи, как тебе удалось собрать вообще вокруг себя таких людей? Ну, мы живем в небольшом городке с населением около 300 тысяч человек. Но несмотря на то, что молодежь манит Москва и другие крупные города, во Владимире остается много крутых ребят. У нас отличный ресторан, не побоюсь этого слова. Здесь классная еда, отличный сервис и лучший коллектив. Думаю, поэтому люди хотят у нас работать. Мы тут собрали первоклассную команду. Ты работал в абсолютно разных странах, в разных городах, в очень крутых ресторанах, в лучших мишленовских ресторанах. И вот если говорить о людях, как о сотрудниках, расскажи, насколько комфортно или, наоборот, некомфортно работать с русскими. Возьмем, к примеру, нашу кухню. Начнем с нее. Во Владимире есть кулинарный колледж. Там учился наш шеф-повар, как и наш кондитер, а также большая часть команды. Все получали образование в этом учебном заведении. Они тянутся к знаниям, хотят развиваться, быть еще лучше, совершенствовать свои навыки и умения. Кто-то планирует стать су-шефом, другие ребята обдумывают переезд в Москву или Санкт-Петербург, чтобы набраться опыта в крупнейших ресторанах. На нашей кухне отличные работники. Что касается сервиса в России, есть особенность. Здесь не так-то легко найти достаточно коммуникабельных и отзывчивых людей, которые хотя бы много улыбаются. Наши девушки, которые работают в зале, классные, очень общительные. Они любят разговаривать с гостями и всегда стараются сделать так, чтобы все посетители отлично себя чувствовали, понимали, как о них заботятся. Нам с ними повезло, ведь из десятка кандидатов на вакансию обычно находится только один, идеально вам подходящий. А что ты говоришь этим людям для того, чтобы они начали улыбаться, становились вежливыми? Это какие-то что-то типа обучающих курсов или просто мотивационная речь от их босса? Что касается меня, я, конечно, стараюсь подавать хороший пример. Но с улыбчивостью у меня так себе. Чаще я выгляжу грустным или даже рассерженным. В ресторане мы стараемся не воспринимать все слишком серьезно. Просто расслабиться и быть собой. И хотя у каждого сотрудника свой характер, мы все очень разные. Но, тем не менее, понимаем друг друга. Нам весело вместе, мы отлично ладим. Святое место для ирландца – это паб. Огромное количество пабов, веселья, тусовки. И ты привык к этому, ты долгое время жил в таком режиме. И тут ты переезжаешь во Владимир. И как бы вопрос, а почему ты не открыл здесь такой традиционный ирландский паб? Люди это не воспринимают или какая-то другая причина? Не знаю. Я не так уж долго работал в пабах. Я провел в них довольно много времени, когда жил в Ирландии и других странах. Но моя истинная страсть не пабы, а именно рестораны. По-моему, во Владимире нет настоящих традиционных пабов. Если вы ищете действительно классный, нужно ехать в Москву. Там есть, на мой взгляд, лучший паб не только в России, но и во всем мире. Настолько крутых мест я больше нигде не видел. Как только я в него захожу, аж мурашки по коже. Настолько там красиво. Насколько я знаю, слышал такую историю. Хозяева привезли в него раритетные предметы интерьеров из старых ирландских церквей и пабов, превратив заведение во что-то, ну, просто невероятное. Насколько мне известно, ты готовишь достаточно необычные блюда. И мне вот интересно, насколько люди здесь, во Владимире, готовы были принимать эту кухню, готовы вообще к неким таким гастрономическим открытиям, и как они все это принимали. Когда мы только открыли ресторан, меню оказалось проблемным, слишком необычным для посетителей. Его мало кто поднимал. Блюда не всем были по душе. Люди смотрели на варианты, не могли ничего выбрать и уходили. Интерьер им тоже не нравился. Для Владимира это было все чересчур. В общем, поначалу было действительно трудно. А потом мы пообщались с гостями и поняли, как это исправить. Теперь у нас европейская еда, европейское меню, сбалансированные и явно более удачные, чем тогда. Еда в целом стала проще, но некоторые интересные и необычные блюда тоже присутствуют. Есть и классическая русская кухня. Куриные котлеты и картофельное пюре – это отличная еда, по правде говоря, наши бестселлеры. А если говорить о заработке? Ты работал в самых разных странах, в самых разных ресторанах. Насколько заработок в России непосредственно в ресторанном бизнесе находится на уровне с другими странами? Думаю, в мире все очень относительно. Твои потребности, обязанности, зарплата, уровень жизни. Да, возможно, в Ирландии выше зарплаты, но налоги тоже выше, как и многие другие расходы в целом. Система в странах разная, так что сложно ответить на этот вопрос однозначно. Когда дело касается твоего заработка и того, сколько денег у тебя в кармане остается к концу месяца. Но жить в России точно гораздо дешевле, чем в большинстве других стран. Я почему спрашиваю? Очень многие подписчики, когда смотрят наш канал, постоянно пишут в комментариях о том, что нет, ну понятно, вы снимаете иностранцев, которые, там вообще людей, которые живут в Москве. Но вот вы поедете куда-нибудь в регион, в какой-нибудь небольшой город, и вы увидите, что там все совсем по-другому. И вот я приехала во Владимир, сижу в классном ресторане, общаюсь с классными ребятами, и я не вижу этой большой разницы. Разница не в том, что мы делаем. У нас отличные рестораны, крутая команда. Если взять все это и переместить в Москву, там мы заработаем больше денег по объективной причине. В Москве миллионы жителей. А во Владимире около 300. Не считая, конечно, туристов, которых мы тоже привлекаем. В какой-то степени ваши подписчики правы. В этом смысле Москва отличается от других российских регионов. Такие люди, как ты, которые создают такие точки притяжения и меняют такие небольшие города в России, делают их такими современными. Мы хорошо делаем то, что умеем, и я очень рад, что такая возможность существует здесь, во Владимире. Я горжусь тем, что столько классных ребят нашли работу в хорошем ресторане в центре города, и это так здорово, что они ценят наши усилия, что мы открыли это заведение здесь. Во Владимире я, наверное, единственный ирландец, и этим интересен местным людям. Когда я сюда переехал, я решил изучать русский язык в университете, а оказалось, что с моей туристической визой этого делать нельзя, нужна была другая, студенческая. Но парни, сидящие в миграционной службе, выписали мне небольшой штраф и сказали «Пол, ты действительно нарушил закон, ты учился по одной визе, хотя должен был получить другую, но ты у нас единственный ирландец на весь город, мы знаем, что ты занимаешься хорошим делом». Так что да, я тут такой один, я заметный парень, люди меня узнают. К тому же многие наши посетители со временем приходят все чаще, становятся постоянными, а затем и практически моими друзьями. Это огромный плюс жизни во Владимире. Мы лучше знаем людей, которые к нам заходят. В большом городе трудно было бы так общаться со своими гостями и налаживать человеческие отношения, а мне это очень нравится. Хоть Пол и говорит, что он практически все время проводит в ресторане, у него есть и другие любимые места в городе. Погода, конечно, у вас во Владимире очень переменчивая, то дождь, то солнце, вот сейчас прям просто жара невыносимая. Я знаю, что в Ирландии погода тоже очень переменчивая, это правда? Говорят, в Ирландии за день сменяется 4 времени года. Час светит солнце, потом льет дождь, потом может даже пойти снег, а затем снова станет солнечно, и такие перемены погоды бывают ежедневно. Раз мы уже начали сравнивать наши страны, я предлагаю продолжить. И вот интересный момент, который я знаю, что ирландцы, когда путешествуют, очень часто берут с собой в путешествия масло, сосиски и сливки. Это правда вообще? И почему? Да, в путешествия в другие страны мы всегда берем с собой бекон, колбасу, не сосиски, а колбасу. Пудинг, он бывает белый и черный, а еще масло, им мы очень гордимся. Это что, они настолько вкусные, нет колбасы такой в других странах? Скорее всего, ирландцы просто не любят перемены. Если нам нравится конкретный вид завтрака, мы будем есть его всю жизнь, не станем экспериментировать с другой едой. А есть какая-то русская еда, которая тебе безумно нравится? Даже не знаю. Когда я переехал в Россию, мне очень сильно понравился кефир. Сейчас я полюбил еще и квас. А в жаркую погоду мы едим окрошку, такой суп. Для меня это самая любимая и вкусная летняя еда. А что ты скажешь вообще о жизни, такой повседневной жизни в России, в частности по Владимире? Ну, условно, ты жил в квартире в Ирландии и жил в доме в Ирландии, и жил здесь в квартире, и жил в доме. Есть вообще разница непосредственно вот в жилищных условиях? Знаете, квартиры мало чем отличаются в плане размера. Такие же двух-трехкомнатные. В российских квартирах есть такая особенность. Олдскульный дизайн, который лично я очень не люблю. А еще в России, не знаю почему, может из-за погоды или холодной зимы, в стране много некрасивых зданий. Старые многоквартирные дома совсем некрасивые. При этом в центре Владимира очень красивая архитектура, вот эта старая. Да, в центре прекрасные старинные постройки. Те, которые я имею в виду, возвели где-то 50 лет назад. Это просто серые бетонные коробки с окнами, которые, на мой взгляд, не слишком привлекательны. В целом, например, если говорить об оплате, например, каких-то коммунальных услуг, насколько разница велика? Думаю, здесь намного дешевле электричества, как и газ, конечно же. Интернет и телевидение в России тоже гораздо дешевле. Чем в Европе и в Америке. А если взять, например, цены на трехкомнатные квартиры в Европе, в том же Дублине, например, там придется заплатить раза в четыре больше, чем здесь. Здрасте. Добрый день. Добрый день. А это вы сами делаете? Расскажите нам чуть-чуть. Нет, это все наследие Советского Союза. А в Ирландии вообще есть такие рыночки? У нас много секонд-хендов, уличных рынков. В центре города можно увидеть, как люди продают что-то в скверах и рядом с кофейнями. Не советские, конечно, а ирландские раритетные вещи. Еще я знаю, что ирландцы очень любят праздники. Да, мы любим веселиться. А есть какое-то отличие вот в этом плане с русскими? Пожалуй, самый масштабный праздник в Ирландии – это День Святого Патрика. Сейчас его отмечают во всем мире. А еще есть Хэллоуин. Это два моих любимых ирландских праздника. В России с таким же размахом проходит Новый год. Семьи собираются вместе, танцуют, поют песни. Классно проводят время. Ну а вот по тому, как отмечают вообще праздники, русские с ирландцами похожи? Не сказал бы, что похожи. Есть разница. А в чем? Например, в Ирландии не отмечают такие даты, как 8 марта и 23 февраля. У нас такого нет. Цель наших вечеринок – просто как следует оторваться, а не вспоминать важные исторические даты. А в Ирландии не принято собираться с семьями на такие праздники? В основном в бары все идут веселяться. В Ирландии принято ходить в пабы. Там собираются семьи. Туда люди идут ужинать по воскресеньям, заказывают любимое блюдо. Вот так, ходят с семьями, вкусно там едят. И все соседи друг друга знают. Но русские вообще веселые, как ты считаешь? Ну, конечно. Русские, как и орландцы, веселый народ. Уверен, что если мы где-то соберемся вместе, то отлично проведем время. Пол, хочу подвести некий итог всех наших сравнений. И хочу, чтобы ты поставил оценки от 1 до 5. Я буду говорить разные сферы жизни в России и в Ирландии, а ты будешь ставить оценки. Окей? Окей. Медицина. Доступность и качество в России и Ирландии. На самом деле, я не часто обращался за медицинской помощью. Ни в Ирландии, ни в России. Но, насколько я знаю, в обеих странах все в порядке. А в Ирландии платная медицина? Да, в Ирландии это платно. И если нужно купить лекарства в аптеке, придется отдать много денег. Здесь все иначе. Например, я астматик, мне нужны ингаляторы. К счастью, в России они в 10 раз дешевле. Уровень жизни, соотношение доходов и расходов. Думаю, и в Ирландии, и в России на пятерку. Ведь все относительно. Сколько ты заработал и сколько потратил. Результат получается примерно одинаковым. В Ирландии зарплаты выше, зато в России дешевле жить. Так что ставлю 5 обеим странам. Климат. В Ирландии 6. А в России 5. Почему? Я не люблю солнце. Думаю, ирландцы не любят жару и солнечную погоду, потому что быстро обгорают. А в Ирландии я обожаю дождь. Там он идет почти все время. Безопасность. В России и Ирландии. Я бы поставил России пятерку, а Ирландии... Пожалуй, 4 с плюсом. Почему? Да просто потому, что в России я чувствую себя в полной безопасности. А когда еду в Ирландию, всегда немного нервничаю. Преступности много? Ну, всякое бывает. Что-то крадут из карманов, могут вырвать из рук сумку и убежать. Здесь я такого ни разу не видел. Если говорить о душевности в России и в Ирландии. Обеим странам ставлю пятерки. Дружелюбных, приветливых людей можно найти везде. И в России, и в Ирландии. Ирландцы любят поговорить. Если пойти в паб, к тебе обязательно подсядут люди. Вы разговоритесь. К концу вечера соберется человек 10. Причем вы не знакомы, но веселитесь вместе. В России люди вежливые, отзывчивые. Еще одно сходство между нами и ирландцами, как говорит Пол, это любовь к посиделкам на природе. И я с ним абсолютно согласна. В классном месте мы находимся. И нужно, наверное, сразу рассказать нашим зрителям о том, что это место сделали местные ребята, молодые, практически такие же, как те, которые работают у тебя в команде. Сами еще несколько лет назад говорят, что на этом месте была буквально помойка. Они все преобразовали. Все сделали красиво. Говорят, что это прямо одно из самых популярных мест в городе. Ну, я предлагаю начать. Да. Давай, покажи нам мастер-класс. Что мы будем сегодня делать? Мы будем готовить стейк. Для начала польем маслом, приправим его солью. Пол, ты знаешь, мне все-таки интересно. Вот ты, получается, познакомился со своей женой на этом круизном лайнере. Буквально бросил все и переехал жить во Владимир. Вот что ты такого увидел в русской девушке, из-за чего ты буквально отказался от мирового признания, от работы в самых классных ресторанах мира? Я даже не знаю. Само собой получилось. Просто так вышло. До этого она жила в Америке, так что прекрасно говорила по-английски. И еще, конечно, она очень красивая. Так уж исторически сложилось, наверное, в любой точке мира, что повара в ресторанах общаются с официантками, хостес или менеджерами. Ну, знаете, как правило, между работниками кухни и зала завязываются романы. Такое часто происходит во всех ресторанах, отелях и других заведениях. И на круизных лайнерах все точно так же. Ты находишься там 7 дней в неделю, работаешь без выходных. Иногда получается устроить вечеринку. Вы проводите время вместе. Так все и закрутилось. Это была любовь с первого взгляда? Да, это любовь с первого взгляда. Наше первое свидание прошло во Франции. Мы взяли выходной, прогулялись, поужинали, выпили вина, попробовали лягушек. Чудесный день. Такая романтичная обстановка. Да, пожалуй, Франция. Отличное место для первого свидания. А русские женщины вообще отличаются от ирландских? Честно? Нет, я думаю, что они во многом похожи. Менталитет русских женщин и женщин из Ирландии, Англии, Испании, Пуэрто-Рико не слишком отличается. Наверное, любой иностранец, у которого есть русская девушка или жена, скажет вам одно и то же. Мы, наверное, можем собрать целый клуб, в котором обсудим одинаковые проблемы. Но я считаю, что они относятся к людям во всем мире. А в чем похожи тогда русские женщины со всеми остальными? Ну, помимо того, что все хотят выйти замуж. Русские женщины очень заботливые и верные. Я бы сказал, что они вкладывают много усилий в отношения. Они стараются, готовы сражаться за человека, которого любят. И в этом они похожи на ирландских женщин. В Ирландии женщины меньше за собой ухаживают. Не могу так сказать. А то мама оторвет мне голову, когда я приеду домой. В Ирландии девушки тоже за собой следят. Но, скажем так, в России процент ухоженных женщин больше, чем где-то еще в Европе. Это одно из главных отличий. Русские девушки ходят в тренажерный зал, красятся и так далее. Расскажи про вашу свадьбу. Как вообще она прошла? Наша свадьба была простой. Через пару дней мне нужно было уехать из России, так что мы пошли в ЗАГС. Я тогда еще совсем не говорил по-русски. Дело было шесть или даже семь лет назад. Мы сходили в ЗАГС во Владимире. Я, Марина, ее мама, сестра и муж сестры. Там мы расписались. Но, чтобы я понимал, что происходит, между нами стоял переводчик. Присутствие профессионального переводчика было необходимо. Таковы правила. Я должен был точно знать, на что я отвечаю, и я согласен, чтобы случайно не угодить в тюрьму. Да это было странновато. Вот стою я, рядом Марина, а между нами какой-то пожилой мужчина, который переводит для меня церемонию. Это особенно смешно, потому что Марина отлично говорит по-английски. Пожалуй, даже лучше, чем я. И точно лучше, чем тот мужчина. У вас не было самого праздника? То есть расписались в ЗАГСе, ты сказал «да»? Да. И все? И все. Потом мы сходили поужинать, вернулись домой. Я собрал чемодан и на следующий день уехал. Так что свадьбу пришлось сделать скромной, ведь мне нужно было успеть получить новый паспорт, чтобы переехать в Россию. Если мы захотим обновить свои клятвы, мы поедем в Ирландию. Там я часто бывал на церемониях своих родственников. Это всегда шумные вечеринки, сотни гостей, вся семья и друзья, музыка, танцы, алкоголь, драки. В общем, там отличные праздники. Расскажи, как изменилась твоя жизнь здесь, в России? Вот что ты, может быть, перенял из каких-то домашних привычек у Марины? Когда я жил в Майами, у меня было полно дел. Я работал в офисе, должен был носить неудобный костюм. Все это я терпеть не мог. Да когда переехал сюда, у меня впервые за долгое время не было работы, мне было нечем заняться. Гуляя по Владимиру, я боялся заблудиться. Пришлось бы звонить Марине, объяснять, что я потерялся, понятия не имею, где нахожусь. Так что сначала было сложно ко всему привыкнуть. Но когда я начал немного говорить по-русски и спрашивать у людей дорогу, все были очень добры ко мне. Когда русские узнают, что ты иностранец, они искренне хотят помочь. Проявляют участие. Спрашивают, откуда ты родом. Общаются очень мило и вежливо. А может быть в отношениях с Марининой мамой что-то тебя удивляло? Как вот вообще они тебя приняли? К сожалению, мама Марины до сих пор совсем не говорит по-английски. И мой русский все еще не настолько хорош. Поэтому присутствует языковой барьер. А вот сестра Марины Настя знает английский. Мы можем встретиться, поболтать, выпить кофе. Если моя жена занята, мне есть с кем поговорить. Кстати, дома мы с Мариной общаемся на английском. Потому что русский я знаю, ну, средне. Ну, ты все понимаешь. А если я что-то забываю или неправильно произношу слова, жена ругается, что я совсем не могу выучить язык. Так что мне спокойнее использовать родную речь. А правда, что мужчины в Ирландии женятся достаточно поздно и большую часть жизни живут с родителями? Я думаю, это такая легенда. Знаете, например, один из моих близких друзей женился лет 10 назад. Он не переносит картофельную кожуру, может есть только очищенную картошку. И вот в день свадьбы на стол поставили говядину и картофель в кожуре. Он передал тарелку своей маме, та почистила для него картошку и вернула обратно. Так что есть такой нюанс у парней из Ирландии. Дело в том, что единственная женщина в жизни ирландца – это его мать. Она заботится о сыне, кормит, готовит, стирает, готова решить для него любую проблему, всегда будет рядом и поддержит. Думаю, нашим ребятам уж очень комфортно в этом положении. Поэтому, когда они выбирают себе девушку, сразу смотрят на нее и прикидывают, будет ли она мне стирать, готовить, чистить картошку и далее по списку. Поэтому да, существует такой стереотип. Мы любим своих матерей и хотим всю жизнь провести дома. А вы с Мариной планируете большую семью? Нет, мы такого не планируем. Думаете о детях? Думаем, обсуждаем это. Может быть, когда-то. Но сейчас у нас есть собака, ей один год, тоже совсем ребенок. Ты бы хотел, чтобы твои дети росли здесь, в России? Да, если у нас и будут дети, то, скорее всего, они родятся здесь. Когда мы станем родителями, у наших детей обязательно будет и российский паспорт, и ирландский. Я попробую. Ммм, это вкусно. Я еще хочу. В чем секрет хорошего мяса? Знаете, это касается не только мяса. Все зависит от изначальных продуктов. Если продукты хорошие, мясо останется посолить, капнуть масло, и да, тогда, пожалуй, получится вкусно. А в России хорошее качество продуктов? Летом – да. Отличные овощи, фрукты, ягоды, грибы. Но зимой очень-очень сложно найти хорошие продукты. Я думаю, что в Москве больше людей занимаются импортом, поэтому качество может быть повыше. Но если ты живешь в регионах, это гораздо более ощутимая проблема – поиск хороших продуктов. Пол, ну ты знаешь, классная еда, классные люди, классное место, классная погода. Я вот себя действительно сейчас чувствую счастливой. А ты чувствуешь себя счастливым в России? В это время года я обожаю Россию. Мне нравится русская кухня. Мы живем в доме с собственным садом, выращиваем в нем овощи, ягоды, травы. Можем устроить барбекю 3-4 раза в неделю. На мой взгляд, летом в России просто прекрасно. В это время года я очень счастлив быть здесь. Пол, у меня осталось 3 вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готов? Готов. 3 главных качества русской души. 3 главных качества русской души. Самые сложные вопросы вы приберегли на конец интервью. Думаю, русские люди очень дружелюбны. Обычно, когда узнаешь их поближе, они тебе открываются. Если вы еще не знакомы, все по-другому. Но когда вы уже общаетесь с русским человеком, он очень открыт. Русские добрые, открытые и любят хорошо проводить время. Им нравится веселиться, что меня радует. Три вещи, к которым ты не можешь привыкнуть в России. Для меня, как для иностранца, три самые нелюбимые вещи это долгая зима, комары, которых здесь просто миллиарды. и... пожалуй, бюрократия. Мне она очень не нравится. Что русскому нужно для счастья? Думаю, русскому человеку для счастья нужно просто ценить то, что есть здесь, в России. Впрочем, тоже самое справедливо для всех европейцев. Люди смотрят на Голливуд и думают, вот настоящая жизнь, целый мир, а в России все совсем не так. Почему? Но в вашей стране столько прекрасных уголков, чудесных людей, просто невероятная природа. Думаю, каждому русскому нужно ценить то, что вы имеете, и понимать, что в другой стране не будет лучше. Наверное, тогда в России они будут чувствовать себя счастливее. Пол, спасибо тебе большое за то, что ты показал нам Владимир своими глазами, и спасибо тебе большое за то, что ты развиваешь гастрокультуру в наших регионах и собираешь вокруг себя такую классную молодую команду. Спасибо вам. А я напомню, это был проект «Мы и они на выезде». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. Также подписывайтесь на наш ВК и Телеграм. Все, что не вошло в основной выпуск, теперь будет там. Ну и помните, хорошо там, где мы есть.